МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ней будут участвовать Воснецова, Казакевич, Миронова и Резцова. Баскетболисты ижевской команды «Купол-Родники» тем временем провели свой очередной выездной матч в рамках Национальной суперлиги-1 в Сургуте. Наша команда встречалась с местным клубом «Университет». Итог этого поединка 95-78 в пользу хозяев площадки. 17 января ижевчане отправятся в Алтайский край, где их ждет матч с баскетболистами Барнаула. Продолжаем выпуск. Играя красиво, в Ижевске подведены итоги межрегионального футбольного юношеского турнира. Состязания прошли в Каворге-арене и собрали 26 команд из Удмуртии, Кировской области, Пермского края и Татарстана. Победители определяли в трех дивизионах. Наша съемочная группа тоже побывала на этих матчах. Мальчишкам хочется заниматься спортом, выбрасывать свой адреналин. А футбол – самый демократичный вид. Его любят, в него играют все. Турнир этот пользуется популярностью. В этом году участвовали в нем 26 команд. Приехали и гости из Татарстана, Пермского края, Кировской области. Так что его смело можно назвать межрегиональным. Это мой уже знаменитый турнир «Играй красиво». В разное время года мы его проводим. Либо в залах, либо на улице, на стадионе «Благодар». Приурочиваем обычно день учителя, вот сейчас рождественский кубок, день матери, 9 мая. То есть к различным каким-то датам памятным. Команды Алексей Дудинов разделил на три дивизиона. По силам, так говорит мальчишкам, интереснее играть. На этих турнирах я подбираю уровень соперников таким образом, чтобы дети получали удовольствие в первую очередь. Не было какого-то напряжения, чтобы все в такой мирной, спокойной, в сумоке прошло. Ну, награждение никто не отменял. Естественно, с подарками. Каждый юный футболист на турнире проверил свою физическую и техническую готовность. Определил вместе с наставником, над чем в дальнейшем еще надо будет поработать на тренировках. Все это важно для совершенствования спортивного мастерства. Ведь все эти юные футболисты мечтают стать известными. И у них есть свои кумиры. Мой любимый клуб Манчестер Юнайтед. Любимый игрок. Громосе Гнадус. Манчестер Сити. И мой любимый игрок Дег Юнер. А почему именно они? Ну, он мне очень нравится. Он хорошо все делает. Дает пас, забивает голы. Хочу так же, да? Все юные футболисты получили награды и бесценный соревновательный опыт. Меняем тему. У маунтинбайкеров Удмурти продолжается тренировочный сбор в Краснодарском крае. Там находятся сейчас 8 спортсменов. Это лидеры республиканской сборной. Занятия по три раза в день. Это и общая физическая, и силовая подготовка. А также гонки на шоссе. А вечером тренировки еще и в бассейне. Мы узнали по телефону, как у них обстоят дела. День у нас начинается, естественно, в зарядке. Все у нас. Ходьба, пробежка, общеразвивающие упражнения. Условия здесь позволяют. Есть бассейн. Поплавали уже в бассейне. Сауна хорошая. Бассейн новый, 50-метровый. Так что мы наплываем. Все помимо катания. Ну и надеюсь, скоро решите вопрос по тренажерке. Пока в ресторане нет. Я пока еще этот вопрос не решил. Погода отличная. Пока нам позволяет тренироваться на шоссе. Вот сейчас накатываем. Основная задача пока скатиться. Ну, через два дня уже поедем в гору. Первый старт у гонщиков в Удмуртии уже 22-23 января. В Архипово-Осиповке пройдет национальное первенство по велокроссу. А 11 февраля там же состоится первый этап Кубка России. Юные представители федерации бадминтона Удмуртии провели контрольные соревнования. Участвовали в них атлеты 13 лет и младше. Отличная практика и хороший спарринг. Все ребята показали неплохую технику игры. В Волан зарядились энергией и завоевали медали. В младшей группе победителями стали Максим Воробьев и Ксения Емельянова. В старшей Семен Ежов и Екатерина Тарсова. Продолжаются отборочные соревнования на республиканские зимние сельские спортивные игры. В игре прошел турнир по хоккею с шайбой. Первое место заняла команда из Игринского района. И она вышла в финал сельской олимпиады, которая пройдет в Сегаево с 23 по 26 февраля. Постоянно болейте, но только на спортивных аренах. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.